Я понимаю, что эта тема, она серьезная тема, правда? И она намного серьезнее, чем те темы, которые мы говорили о предыдущих днях. Но иногда нам нужно быть серьезными. Чтобы видеть то, что Бог хочет, и как Он хочет, чтобы это было. Все, что касается пророчества, нам необходимо расти в этом. В начале, как я говорил, что мы можем совершать ошибки или, может быть, не понимать. Но также иногда займет некоторое время, чтобы мы чувствовали себя комфортно высвобождать это Слово. Но также занимает время, чтобы научиться слышать Его, Божий голос. Чтобы различать, это Бог говорит или я. Или это твое воображение или мышление. Хорошо? И то, и то возможно. Поэтому нам необходимо научиться различать. Нам нужно научиться просить Бога, чтобы Он нам помогал различать. Иногда нам нужно быть аккуратными и не говорить, что вот это от Бога. Или Бог говорит так. Я знаю, что когда в Писании, вы читаете, там много мест Писания написано, что так говорит Господь. Но я уверен, что когда мы читаем Писание, там четко понимали, что там говорил Господь. И нам также нужно научиться, чтобы мы могли различать. Я очень редко говорю, так говорит Господь. Большинство или часто я говорю, что я чувствую, это то, что я чувствую, что Бог бы хотел сказать. И тогда я ожидаю подтверждения. И часто, если это Бог говорит, и я высвобождаю Слово, то люди, которым я говорю, они говорят, да, да, точно, точно. И это я вижу как подтверждение. И это касается также о Личности. Дай время. Еще что важно, это пишите. Пишите в дневнике. Когда мы молимся, бывает такое, что мысли приходят, и как мы говорили уже о том, что держите дневник рядом и пишите те мысли, которые приходят, левые мысли. Но также бывает такое, что в течение ночи Бог меня пробуждает. И что-то приходит на ум, и я также пишу. И позже я читаю и рассуждаю над тем, что я написал, и спрашиваю, или это Бог мне говорил, или это я просто приснилась, или это было мое воображение. Или мое воображение, это знаете, как это может быть. Или я слишком много прочитал, или я что-то видел, или что-то разговаривал с кем-то. Вот и мое воображение появилось. Печатление, да? Нам нужно научиться различать. Очень часто я научился писать то, что Бог мне давал. Даже не говоря, даже и не проговаривая. И когда я просматриваю, я смотрю, это случилось, или это сейчас происходит. Или, например, я что-то написала конкретно о каком-то человеке, а потом исследую, на самом ли деле то, что Бог написал, это правда. И, может быть, я бы и не сказал тому человеку, но я написал это в книге, в дневнике. И я видел, как то, что я писал, и оно происходило в реальной жизни. И я тогда, это было убеждение, утверждение самого себя в том, что когда я писал, и я говорил, что да, это Бог проговорил мне, и это строилась моя уверенность. И тогда я научился различать, когда я слышал Бога, или когда это было просто мое воображение, или впечатление, или мои мысли. Хорошо? Мы также нужно, это очень важно, и я продолжаю это повторять, я знаю, дайте благо, дайте Бог благо. Я знаю, что я повторяюсь, но, пожалуйста, всегда давайте славу Богу, и делитесь этой славой. И имеется в виду, что делитесь, что вся слава Господу. В то время, когда вы будете почитать Бога больше, чем больше вы будете его чтить, и тем больше он вас будет почитать, открываться вам, говорить к вам. И на протяжении многих лет я уже научился быть расслабленным, отдыхать, и делиться словом Божьим или откровениями Божьими свободно. И не торопливо, я не спешу никуда, когда я делюсь со Словом Божьим. Разве что Бог конкретно говорит, что ты должен делать это сейчас. Иногда Бог дает нам слово наперед, то слово, которое нам понадобится, и это означает, что нам нужно дождаться Его времени. я помню, были пару разов, когда я получила слово, и вместо того, чтобы подождать, я вот раз и высвободил. и я не знаю, как это описать, но было бы, например, если бы удариться в стенку, и оно отталкивается, потому что ничего не пристало к стенке. И, может быть, несколько месяцев или недель спустя, то же самое слово вернулось мне опять. И потом я поделился. И вот второй раз это настолько влияние было велико. Люди приняли, и это оно было полезно для них. Если ваше откровение вы получили, и вы делитесь с другим человеком, будьте честны, если вы не уверены. Как я вот только что сказал, очень часто я говорю, что я говорю, что не говорю, что это Бог так говорит, но я говорю, я думаю, что Бог так говорит, потому что смирение, оно не умаляет Божью силу. это наоборот. Чем больше мы смирены, тем больше люди будут принимать, и это может влиять очень глубоко в их жизни. Все встречи, которые мы имеем, переживания с Богом, мы должны фильтровать через все те пункты, которые мы сегодня говорили. может быть, мы не получим ответы сразу, но мы будем достигать ожидая того слова, что Отец говорит. Как я сказал уже, что это иногда занимает дольше времени. пророческое откровение это не всегда вопросы о каком-то событии. Иногда это просто путешествие открытия. Это путешествие с Богом. обновленная жизнь, которую мы получили в Боге, это не такая смущенная и убогая жизнь. Это такая приключенческая жизнь полна ожиданий от Бога. встречайте Бога как ребенок. Что следующее? Бог. Потому что Бог касается наш дух и Он подтверждает, кто мы есть. Мы знаем, кто Он есть и мы знаем, кто мы есть в Нем. Отец, Он Отец, а Я Дитя. Мы не получили дух рабства, но мы получили дух, который освобождает и делает нас свободными. И этим же духом мы говорим «Абба, Отец». Должна быть любовь и единство в пророческом. И Якова 3.17. Но мудрость, сходящая свыше, во-первых, чиста, потом мирна, скромна, послушлива, полна милосердия, добрых плодов, беспристрастна и нелицемерна. Мудрость, она просит, «Является ли время, которое я, необходимо ли время, которое я думаю? то, что мы взвешиваем и время, о котором мы думаем, что получили от Бога слово, после взвешивания времени, и после передачи слова, таким образом, каким мы это делаем, делаем ли это мы в любви, и думаем ли мы о том, что как человек это примет, и какие последствия это будет, и будет ли это в любви, сможем ли мы это в любви высвободить? То, что я пытаюсь это сделать, будет ли продвигать единство? То, что я говорю, будет ли это продвигать единство? принесет это в единство, особенно для тех, которые особенно те, которые рядом со мной путешествуют? Это особенно истинно касается для семьи. Время. мудрость понимает, что иногда есть пропасть между временем, Божьим временем пророческим, и также время, когда это слово станет реальностью. Нам нужно быть очень близко на одной волне с Богом, чтобы мы понимали его время и момент. Следую касается пророческого водительства. Нам нужно рассматривать влияние, которое будет после того, как слово будет высвобождено. чем больше влияние, тем больше нам необходимо для себя подтверждение. Первое, почитать Бога, подчинить это слово тем людям, которым мы доверяем, которые помогли бы нам понять это слово. И очень важно для тех из нас, которые служители или лидеры, чтобы также были на одной волне с Богом. Потому что часто такие люди, как я, мы приходим с такими ненормальными идеями, мы выглядим такие, что мы вообще не подходим никакому месту. Мы приезжаем, делимся с теми, которые очень близки к нам. И также мы делимся с теми людьми, которые вообще не у нас. И мы подчиняемся друг другу. И Яков говорит, что нам нужна мудрость в этом. И Яков также написана первая глава пятый стих, что если не хват... если не хват... у кого не хватает мудрости, да просит у Бога. И это не Яков один, пять. кто просит, тот получит. Я вам потом дам James 1.5 правильно, правильно, да? Если у вас не достает мудрости, допросит у Бога, дающий вам просто без упреков и дастся Ему. Спасибо. Он готов и желает помочь нам. Вы заметили, что я не использовал логистику и ресурсы здесь. Бог способен обеспечить. Иногда мы позволяем, чтобы обстоятельства или ситуации направлять нас, что мы будем делать. Точно так же, как в той иллюстрации, которую я использовал про конференцию. Если вы будете использовать логику или есть у вас достаточно ресурсов, вы бы никогда это не сделали. Вы бы не смогли это сделать. Но я научился одному на протяжении многих лет служения. Может быть, двум вещам. Бог способен обеспечить. когда мы ходим в послушании перед Ним. Иногда Бог закрывает ресурсы для того, чтобы просто скорректировать наше время. если мы пытаемся бежать слишком быстро. И мудрость будет знать эту разницу. Послушание Божьему голосу открывает жизнь чудес и также Божьей судьбы в нашей жизни, в нашей семье, работе и также в нашем служении. Я это переживал много. И я так благодарен для тех, кто помог мне в этих ситуациях. Я благодарен Богу как Он почитал все эти вещи. Ключи, каким образом можно получить пророческое водительство, являются в order for us to rise in our journey of faith, они способны нам правильно использовать эти два крыла, мудрость и мудрость, веру и мудрость. И вот таким образом мы увидим, как Бог работает. Хорошо. Спрашивали если можно вопросы задавать. Можно? Почему все время боюсь показаться глупой, но я задам вопрос. Все пророчества, о которых я слышу, они так или иначе связаны со служением. Только можно с прерывами, да? Да. Потому что не смогу. Все пророчества, которые я слышу, всегда связаны со служением. Все пророчества, я слышу, они связаны с министрией. У меня вопрос. я вопрос. Я с Я с с формулировать. Были ли в практике такие случаи, когда Бог говорил не в сферу служения, а вот допустим, у нас же много сфер жизни есть, работа, бизнес, я не знаю, что угодно. и как-то это Бог высвобождал для общины, либо же что-то производилось, то есть это не было связано со служением. И я объясню мой вопрос таким, что иногда мне кажется, может быть это неправильно, но что для Бога важно только служение. И как это проявляется в теле. А вот другие сферы, в которых мы можем быть задействованы, для Него это не так важно. Вот я просто хочу, если вы можете прокомментировать это как-то, ну вот, если, ну, вот вопрос такой. Да, служение важно, но Бог заинтересован во всех аспектах нашей жизни, во всех сферах. И как ты видишь пророчество. вот как мы сегодня говорили о водительстве, Бог может направлять нас в каждой сфере нашей жизни, в то время, как мы его слушаем. пророчество пророчество это как ты слышишь Бога и слушаешь Его. Я это в своей жизни пережил на разных уровнях. мы сейчас живем в Финляндии. мы переехали. Но вот этот переезд он начал с того что это было пророческое переезд, потому что начало слова мы получили. мы были в Финляндии. Это был отпуск. Я был возле озера. И сейчас возле этого озера мы построили дом. И я лежал и я просто наслаждался собой. И вдруг я услышал голос. Я хочу чтобы ты построил дом здесь. не было даже намерения чтобы переехать и быть там и жить и тем более построить дом. У даже и ресурсов не было построить дом. Но Господь говорит я хочу чтобы ты построил дом. Он даже мне дал имя чтобы я дал этому дому. но она asking also why in the church we don't hear prophetic words about different sphere but only if the prophecy in the church and usually we hear in the services it has has to do only with the ministry so does it like you heard for yourself you heard for yourself but in the settings when somebody gives prophetic word usually in the body we hear only this is what she says we hear only about the ministry concerns but we don't hear like this is what personal God speaking to you but we don't hear like hey you gonna have a house and a lake and the name that usually prophetic words don't go this way does it make sense of the question yeah okay makes sense of the question I thought he understood the question and I paraphrase why we do not hear when the prayer comes and that it is about service okay in the context of congregation that is pretty normal yes yeah if it is word it is normal yes okay we are in a word and it service or service when you are talking about other things outside of the congregational context but if you are about the context of of more personal matters or more personal things yeah I thought the question was about whether God would give a prophetic word about some more personal thing about work jobs or other things so work or other s s s s s okay these will probably normally not be publicly spoken in a congregation in a congregation but on a personal level they could be it could be it could be okay in 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 yeah I can think of many occasions when I've been in a congregation I I remember many times when there was a gathering and God gave me a personal word for someone but I haven't shouted that from the pulpit or the didn't say that I didn't give them to the person because it's a personal matter I I have a person I think that should take place yes but if you feel that you have something for someone you just go and share it with you that you have something for someone and it doesn't matter you can go and release it it's that it yes 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 Субтитры подогнал «Симон»